Ледниковый период в отдельно взятом доме в Запорожье. Жители девятиэтажки больше месяца мерзнут в своих квартирах. Причем к отоплению дом подключен и никаких аварий там нет. Так почему же батареи холодные, выяснял Сергей Бордюжа. Жильцам этой панельной девятиэтажки не позавидуешь. В квартирах холод, сырость и плесень. Видите, что творится? Вот это все из-за влажности. Это все влажно. Поэтому они впадают в обои, и там уже начинается грибок. Плесенью покрыты не только стены и пол, но даже комнатные цветы, говорит Ирина Бунчук. Батареи холодные до сих пор. Если женщина хоть как-то греется газом на кухне, то сосед-пенсионер снизу вынужден экономить. А как? Не только здесь, и вечера, и днем, и вечером, и утром одеваемся вот так вот. Считаю, что спим. Ну, да, где же, постоянно спим. Это, конечно, не все. Ледниковый период устроила соседка с первого этажа. Перекрыла стояк отопления и укатила на заработки за границу. Ключи от квартиры никому не оставила, а согласие на скрытие квартиры не дает, жалуются люди. Игнорируют просьбу о помощи и чиновники. Радминистрация была здесь, все посетители были здесь, все сырья были здесь. Постояли, поговорили, и на этом мы разошлись. Юристы говорят, просто так попасть в чужую квартиру и открыть вентили на стояке коммунальщики не могут. Но вариант есть. То есть, в принципе, ничего не мешает обратиться балансодержателю вместе с теплопоставляющей организацией в суд и получить решение суда, либо определение суда о принудительном входе в жилье. Почему никто не спешит дать людям отопление, мы попытались выяснить у чиновников. Те отвечают, о холодных батареях знают, над вопросом работают. Но все-таки была надежда решить это нормальным путем, то есть найти каких-то родственников, знакомых, друзей, а дальше уже, так сказать, зайти в эту квартиру и запустить отопление. После общения с нами чиновники пообещали обратиться в суд за разрешением на вскрытие квартиры. А пока просят замерзших жильцов еще потерпеть. Сергей Бордежа, Игорь Воробий, подробности, телеканал Интер, Запорожье.